В Нью-Йорке арестовали бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Полия. 95-летнего мужчину депортировали в Германию. Однако в Германии пока не намерены начинать судебный процесс. «В расследовании нацистских преступлений есть огромные трудности. Прошло много времени, ситуация изменилась. Многие свидетели и обвиняемые умерли и не могут давать показаний на суде. Поэтому мы зависим от экспертов или документов. Но некоторые из них были уничтожены эсэсовцами». Яков Полий – украинец, родившийся в польском селе Пядике, которое теперь входит в состав Украины. В 1943 году он тренировался в учебном лагере СС «Травники», а потом служил надзирателем одноимённого концлагеря. 3 ноября того года там убили 6000 евреев, в том числе женщин и детей. В 1944 году его перевели в зондеркоманду, потом повысили, и до конца войны он прослужил в охранном батальоне СС. В 1949 году Полий уехал в США. Он скрыл своё нацистское прошлое и получил гражданство. 15 лет назад обман раскрылся, и его лишили американского паспорта. С тех пор Полий жил у себя дома в Нью-Йорке в ожидании депортации. Однако и Польша, и Украина, и Германия отказывались его принимать. Теперь же немецкие власти дали согласие. Судьба Полия схожа с историей бывшего нацистского охранника Ивана Деменюка. «Тот также был украинцем, работал на СС и после войны эмигрировал в США. Затем его лишили гражданства и отправили в Германию на суд. Но Деменюк после обучения в лагере Травники служил в Собиборе. Как охранник он помогал убивать каждого узника. Однако мы не можем доказать, где, когда и скольких человек убил Полий». Пока следователи ищут доказательства, бывший надзиратель будет жить в доме престарелых недалеко от города Мюнстер. Власти США считают, что Яков Полий, возможно, последний экс-нацист, проживавший в Америке.